Опытные армейцы говорят, что происходящая игра мускулами или игра на нервах. В военной тактике это может быть прелюдией перед атакой или наоборот, изматыванием сил противника. Есть и версия украинского министерства обороны. Нынешние маневры россиян это своего рода тест, как украинцы будут на это реагировать. Ну что ж, давайте вместе разберемся, что сейчас происходит на границе. Военные аналитики говорят, на северной и восточной границах с Российской Федерацией, от Чернигово до Донецка, может быть порядка 10 тысяч российских военных, свыше 700 танков, БТРов, 140 артиллерийских систем, полсотни систем залпового огня и 230 самолетов и вертолетов. В Брянской области заметили танки Кантемировской дивизии. Военные эксперты говорят, сосредоточив здесь войска, Россия в принципе может бросить их в наступление через Чернигов на Киев. Другая знаменитая дивизия, Таманская, развернулась в Курской области, всего в 7 километрах от границы. Очевидцы говорят о танковой роте, четырех сотнях солдат и офицеров, видели и узел связи. Отсюда россияне способны двинуться на Глухов, Конотоп и далее на Киев. На военном полигоне в районе Белгорода псковские и тульские десантники, всего больше тысячи человек, 120 бронемашин. Также рядом с Белгородом видели десятки штурмовых вертолетов Ми-24. Военные говорят, эти силы подготовлены для возможного броска на Харьков. В районе Луганска российские войска отводят, зато в районе Донецка ситуация хуже. В Таганрог перебазировали 98-ю воздушно-десантную дивизию, ее перебросили из Иваново. Десантников вполне могут бросить в украинский тыл, прямо к Донецку, либо южнее, к Мариуполю. Много военных и в Крыму, их там примерно столько же, сколько и на восточных границах. Более 20 тысяч человек, 340 единиц бронетехники, 110 артиллерийских систем и 25 систем ракетного залпового огня. Украинские военные не исключают также, что напасть могут в территории Приднестровья. Мы только что говорили во включении с Андреем Анастасовым, там полторы тысячи военных, в том числе и штурмовой спецназ. У непризнанной республики, это тоже очень важно отметить, есть и свои войска. Более 7 тысяч военных, 60 единиц бронетехники, 100 артиллерийских орудий и 80 залповых установок. Продолжение следует...